Продолжение следует... Самые, что ни на есть первые впечатления. И на сайте Рандеву появились новые боксы, посвященные знакам Зодиака. Мне понравилось два. Это Овен и Водолей. И они мне настолько как-то одинаково понравились. Я долго думала, думаю, какой выбрать. Овен, Водолей, Овен, Водолей. Я спросила девчонок, которые есть в группе в Телеграме, какой бокс был бы интереснее для обзора, на какие ароматы было бы интереснее посмотреть отзывы. И, в общем-то, большинство проголосовало за Водолея. Я так потом посмотрела, посмотрела, какие тут ароматы. Думаю, да, наверное, Водолей для меня на данный момент наборчик поинтереснее. И теперь он у меня в руках. Как обычно, очень красивое оформление. Идеальный такой прям идеальный подарок. Коробочка, название ароматов с картинками, пробнички по полтора миллилитра в стекле. Я напомню, что мне постоянно Рандеву обновляют промокод на скидку. Сейчас вы промокод свеженький видите на своих экранах. Этот промокод действует на покупку от 2,5 тысяч рублей абсолютно на все. На косметику, на парфюмерию, на наборы. 10% скидка. Эта скидка плюсуется с абсолютно всеми акциями на сайте. То есть, например, на момент, когда я сижу, снимаю это видео, на эти наборы, на рандеву и так уже есть скидка. И вот этот вот мой личный промокод к этой скидке еще и плюсуется. Этот промокод действителен до 31 июля. Периодически мне их обновляют. Я об этом вам рассказываю. Ну, в общем-то, как всегда, повторюсь, на Рандеву оригинальная косметика парфюмерия. Интернет-магазин работает уже очень-очень давно. Среди моих подписчиков огромное количество их постоянных покупателей. Вообще, когда я на Рандеву увидела вот эти вот наборы, знаете, какая у меня первая мысль мне пришла в голову? Думаю, интересно, а кто эти наборы составлял в Рандеву? Я прям представила себе такую картину, знаете, вот офис Рандеву, и там, например, есть водолей. И он на свой вкус подбирал, ну, что называется, для себя ароматы, которые бы ему понравились или нравятся. Мне такое ощущение, что подбирали именно так. Ну, если это не так, то очень было бы интересно, по каким параметрам подбирались эти боксы. Честно, вот мне прям, я не знаю, у меня такой интерес к этому возник. Каким образом подбирались эти ароматы? В общем, мне понравился водолей. Единственное, что могу сказать, из всех представленных ароматов, а здесь их 8, один аромат я знаю. И это самый первый аромат от бренда Амуаш, называется он Белое. У меня есть полноразмерный флакон, и он мне на самом деле очень нравится. Я не могу сказать, что это для меня какой-то повседневный аромат, который прям можно и в пир, и в мир, но по случаю, по настроению аромат мне очень нравится. И давайте, наверное, с него-то как раз-таки и начнем. Огромное количество нот, огромное количество нот в Белое. Я обратила внимание на один такой момент. Сразу приготовьте, сегодня видео будет долгим, потому что я буду каким-то ароматом рассказывать предысторию, каким-то ароматом, если вот они у меня есть, или хотя бы знакомы как-то. Тоже какую-то историю, как познакомиться. У меня сегодня такое, в общем, знаете, настроение поболтать, так что уж простите. Итак, Белое. Когда читаешь пирамиду, она на самом деле поистине огромная, в очередной раз ее читая, я обратила внимание на то, что все классические ароматы, все ароматы ретро, классика, там каких-то 80-х годов, там и так далее, имеют, как правило, очень богатую пирамиду. То есть нот там столько, что читать не перечитать. И если я читаю ноты какого-то аромата, и там вот такой вот список, значит в 99% случаев это будет вот что-то в сторону классики, что-то вот в сторону такого, ну, чуть ретро. И на самом деле аромат Белого, это от Амуаж, я его даже не буду брызгать, потому что я просто очень хорошо его знаю, он такая осовремененная классика, то есть это классический аромат на современный лад, потому что здесь не чувствуется, я прошу прощения, если кто-то обидится, потому что у нас среди зрителей есть личности такие очень уронимые. В общем, короче говоря, это классика, но она не пахнет бабульками и не пахнет полированными стенками. Вот так бы я сказала. То есть это очень современно, с уклоном вот в классику такое. И вот эта вот осовремененность аромата, она очень приятна. Когда речь идет о каких-то классических ароматах, мне все время напоминает вот что-то, знаете, одеколонистое такое, такое вот чуть колкое, чуть звонкое. При этом в этом аромате есть теплиночка. Скорее всего, сандал в нотах, вот что такое тепловатый древесный присутствует и делает аромат не колким. Хотя вот эта вот тонкость, ретровость, она в нем присутствует. На самом деле, очень подробный обзор был этого аромата. Я представляю больше о себе на взрослой женщине, ну, вернее, даже не то, что на взрослой женщине, просто на 15-летней девочке я этот аромат не представляю. Это все-таки для женщин, ну, которые, скажем так, в своей жизни уже повидали. То есть вот с некой мудростью в глазах, с какими-то такими плавными движениями, вот что-то такое. То есть эмоциональности такой вот детской в этом аромате я не вижу. Я вполне представляю этот аромат на классических вечерних платьях, на выставки, театры, какие-то концерты, опера. Вот что-то такое, когда ты одеваешься торжественно, по случаю. Вот это такой аромат. Причем, вот, например, знаете, если взять какой-нибудь такой классический аромат, который большинству знаком, что-то такое вот в стиле ретро, да, например, вот первое, что на ум приходит, это там Красная Москва от Новой Зари. Вот там прям ретро, то есть там нету современного. Там вот прям те года. То вот в Муаш Беловет, здесь все-таки даже вот в 22-м году, на дворе у нас 2022, это будет современно. Это будет современно, это будет уместно, это не будет отсылкой, вот я взяла вот где-то на бабушкином комодике, там вот парфюм, духи нанесла на себя, дабы придать себе некой торжественности. Это все-таки вот не из этой оперы. Следующий аромат, который я возьму из этой подборки, это может быть многим знакомый аромат от Байреда Бланш называется. С этим ароматом я знакома, но мои воспоминания настолько далеки, и мне безумно интересно, насколько изменилось мое восприятие этого аромата. У моей подружки есть знакомая, и Байреда Бланш, ее любимый аромат. И именно у нее я впервые в жизни этот аромат протестировала. У нее был флакон, я прям понюхала из флакона, мне очень понравилось, решила нанести на себя. 10 лет назад это было. И тогда я еще, вот у меня не было какой-то такой вот беспредельной страсти к парфюмерии. И тогда у меня было вот что в коллекции там? Живанши, Нина Ричи, вот что-то такое вот. То есть, что такое ниши, в принципе, я не очень хорошо себя понимала. И на фоне тех вот, всех вот этих вот компотиков, Нина Ричи и так далее, вот этот вот Байреда Бланш мне тогда показался крайне необычным. То есть вот крайне необычным. Тут другого даже слова не подобрать. Мне он тогда, сейчас я еще не тестировала, потому что весь бокс я тестирую париваз впервые. Первое впечатление, напомню. Мне он тогда показался крайне необычным. Мне он тогда показался очень мыльным. И я помню, что кому-то я рассказывала об этом аромате, рассказывала о том, что мне пахнет кусковым мылом в египетских отелях. Тогда я просто прямо по Египту убивалась. Я летала туда очень часто отдыхать. И вот там, когда ты заходишь в номер, лежат эти вот кусковые мыла, они все пахли так, очень сильно, насыщенно, чисто. Но тогда, поносив в тот день Байреда Бланш, я поняла, что через час-полтора я начала от него немножко устраивать, потому что он никак не раскрывался на моей коже. И вот это вот постоянно очень, вот это вот мыло, 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 и я от него как-то подустала. Когда я уже начала побольше увлекаться парфюмерией, я подумывала о том, чтобы купить Байреда Бланш, но как-то, в общем, я вспоминала свои впечатления, и что-то, что-то пошло не так. Итак, посмотрим, что изменилось за эти 10 лет. Ну, это так и пахнет для меня чисто и мыльно. Это так и пахнет для меня кусковым мылом из отеля Египта. Знаете что? Сейчас просто он не пахнет мне как-то необычно. Ну, то есть вот он чистый, мыльный, он мне, как и тогда, нравится. Но сейчас это просто, вот знаете как, классное нишевое звучание. Что-то такое прям, ооо, я такого никогда в жизни не слышала. Такого уже нету. Но вы знаете, спустя 10 лет, нюхая бумажку, я понимаю, что, может быть, он мне и нужен в коллекцию. Потому что вот эта вот мыльность в последнее время мне прям очень нравится. Знаете, единственное, что я хочу сказать, что 10 лет назад мне показалось, что он пахнет насыщеннее и более навязчиво. А сейчас как-то я прям чувствую, что с моей кожи это будет значительно нежнее, чем с бумажки. Все, описывать тут больше нечего. Это реально кусковое мыло, но оно не с отдушкой там каких-то вот, знаете, бывает там с персиком там или вот что-то с папайи, манго там что-то. Нет, это вот чуть цветочное мыло. И здесь в первую очередь именно чистота мыльная, чистота мыльная. И там в это мыльце добавили парочку капель отдушки какой-то цветочной. Следующий аромат, который мне в этой подборке безумно хотелось попробовать, это аромат от Фредерик Маль, называется Ирис Пудра. И с Фредерик Маль я не очень знакома, хотя если залезть на какие-то форумы, это ароматы такие очень популярные среди пользователей, о них ведутся споры. У меня есть только два пробника, мне прислали их в подарок. И я, честно говоря, даже название их не помню, я их не очень поняла. Я помню, я их протестировала, и для меня это какая-то, вот знаете, какафония нот. Все вместе. То есть вот взяли какую-то емкость, туда налили этого, 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 это что-то, все размешали, смешали, 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 нанесли на кожу, и вот на. Что там, как там, то есть это бум такой вот. Я все хочу как-то поразнашивать, и как-то руки не доходят. Вот, в общем, с первой и со второй попытки, два аромата, те, которые у меня есть в пробнике, я как-то недопоняла. Но у меня большие надежды на ирис, потому что ирис в ароматах я очень люблю, ну и Фредерик Маль для меня нанесу немножечко сюда. В общем-то бренд интересный, интересный, он меня заинтересовал еще по отзывам. Еще тут на бумажечку нанесу, потом, да, сравню. Чувствую с бумажки только ирис. Помадность ирисовую. И этот ирис безумно похож на липстик февр Джульет Хезеган, с бумажки, очень похож. Только липстик февр, он потеплее, понасыщеннее, такой прям ретро-помада. А здесь такое ощущение, что вот эта вот ретро-помада с каким-то холодком. Вот вполне возможно, я на ноту тут смотрю, это могут быть, могут быть альдегиды. Да, вот знаете, как будто вот старая ретро-помада и вот холодочек с нее. Причем, знаете, вот холодок не ментоловый, не мятный, а как прохладный ветер, вот прям, знаете, вот с этой помадой. Какое-то такое ощущение. Но ириса очень много. Пока чувствую только его. Да, с бумажки аромат чувствую очень хорошо. Слушайте, вы не поверите, но с руки я его вообще не чувствую. Вообще. То есть, то ли моя кожа просто его как-то в плен захватила. Я подношу бумажку, я очень ярко его чувствую. Очень прям сильно. И после бумажки руку я практически... Запах с руки я практически... Вообще не понимаю, что происходит. Я вообще ничего не чувствую. Как будто здесь практически... То есть, я чувствую какую-то, знаете, такую... Чуть пыльноватую мягкость. И все. Подношу бумажку. Тут, знаете, еще что вот с бумажки пошло? Какая-то такая отсылочка к ретро... К ретро. На фоне... На фоне этого ириса. Отсылочка такая. К ароматам, типа, Беловый Татмуа. То есть, он не похож на Беловый, но вот это такая осовремененная классика. Какая-то современная классическая тема в перемешку с пудровыми помадными ирисами. Ну, вот по поводу возраста у меня тоже не складывается, например, с девчонками 15-летними. Довольно взрослый, на мой взгляд, аромат. Вот он интересный, но после тестирования у меня не появилось желание потратить столько денег, сколько стоит Фредерик Маль. То есть, вот какой-то любви с первого взгляда, походу, не случилось. Так, давайте следующий аромат. Называется он Жордин Эксклюзив от Мансера. Мансера, Мансера. У меня тоже в пробниках есть несколько ароматов этого бренда. В общем, так сказать, что я как-то с ним прям вот знакома, нет. Буквально, может быть, 5 пробничков и один полноразмерный флакон табака. Аромат называется Жордин Эксклюзив. Давайте его нанесем тоже на бумажку. Может, если он на бумажке лучше ощущается, пойму вообще, что происходит. Так, посмотрим то, как я его сейчас чувствую при распылении. Это смесь Эрбапюра, даже не кирки, а Эрбапюра с чем-то зеленым. Знаете, с чем зеленым? Как лист черной смородины. Вот не ягоды черной смородины, а лист черной смородины. Причем прям вот свежие-свежие листочки. Не когда там уже, знаете, под конец лета листики уже такие вяленькие, полужелтенькие. А прям вот свежак такой зелени, свежак вот этой зелени черно-смородиновой. Здесь чувствуются фруктовые ноты. Да и мускус тоже, но они не такие ядреные, как там в Эрбапюре и в кирке. И если честно, я когда читала отзывы о кирке, об Эрбапюре, на фрагрантике там же есть вот эти похожие ароматы. И очень часто сравнивали вот с этим ароматом от Монсера Жордин Эксклюзив. Мне было очень интересно его послушать. Я бы не сказала, что это замена кирке Эрбапюра. Я бы сказала, что это может быть какое-то вот напоминающее, что-то напоминающее по мотивам, но с чем-то своим. А если точнее, то с какой-то явной терпковатой зеленухой. Давайте я нанесу на палец, может быть, да еще на коже все-таки. Но я хочу сказать, что мне очень нравится, как на бумажке. Я-то кирке люблю просто, и черную смородину люблю. И тут как будто вместе раз, на пальце на моем он слышится послаще. Нету зеленушек такой сильной, как на бумажке. На бумажке прям зеленушка такая прям проглядывает. На пальце послаще. На пальце послаще. Не так напористо, как на бумажке. Помягче. Но все равно, вы знаете, вот кирки, это... Эта версия убавили громкости из кирки раз в 300. И добавили вот что-то такого тоненького. Тоненького, зелененького, что-то вот такого вот. Ну, вот так. Ну, то есть замены кирки и эрбопюра, я бы аромат не сказала, что это какой-то кулон или замена. Мне кажется, все-таки это по мотивам, но абсолютно самостоятельный аромат. Так, следующий аромат у нас тоже от этого же бренда Мансера. So Blue называется. С этим ароматом я так же, как и с предыдущим, не знакома. Так, нанесем на бумажку. Раз. И вот на этот палец тоже. Да, будем сравнивать и так, и так. Ну, вот когда читаешь, такие, знаете, фруктовые ноты. Лимончик, гергамотик. В последнее время я цитрусы люблю. На что-то похоже. На бумажке мне нравится больше, чем на мне, я должна сказать. На моей руке слышится намного более спокойно и как-то обыкновеннее, чем на бумажке. На бумаге тоньше, цитрусовее и менее сладко. Такой хороший лимонно-бергамотовый свежачок. На теплую весну, лето. Я прям вот, смотрите, закрываю глаза. И я оказалась в какой-то теплой стране. Возможно, берег моря, но не обязательно, кстати. Вокруг все довольно ярко, красиво. Много деревьев, цитрусовые деревья. Какие-то вкрапления желтых оттенков. Чего-то яркого. И вот идет девушка. От нее вот этот вот легкий какой-то такой красивый шлифец. Аромат не... Я ничего не чувствую в нем специфического. Ничего. Мне кажется, этот аромат вообще вполне уместен для ношения в повседневной жизни. Да куда угодно. Реально, его можно в отпуск с собой. Он прям будет как влитой. Будет супер звучать в офисе под любую одежду. Если нет какого-то строгого дресс-кода, то это там футболка, джинсы, что-то такое повседневное. И даже если какая-то более строгая одежда, тоже очень уместен. Ну, какой-то такой вот нейтральный, нейтральный, цитрусовый, но в то же время степлинкой. Острых каких-то хлорных цитрусов нет. Ну, вот знаете, если вот здесь на бумажке этот аромат именно такой, как я описала, то на моей коже это что-то настолько нейтральное, что вот сейчас я закончу снимать этот ролик, и мне скажут, как пахнет соу-блю. А я буду так с этим, я не помню. Ну, то есть, я даже не знаю, что здесь можно запомнить. Он как, ну, просто какой-то аромат. Просто. Вот ничего абсолютно особенного выделяющегося. То, за что вот цепляется глаз, как говорится. Вообще нет. Я бы мимо прошла даже, вот знаете, как в магазине. Это нет, это нет, это что-то нет. Вот я бы мимо него прошла, сказала, ну, что-то там, ну, что-то приятненькое, что-то там, что-то там такое. А вот на бумажке мне нравится. Он как будто, знаете, еще каким-то таким не сильно сладким лимонадиком каким-то вот таким вот играет. Ну, вот жаль, что на моей коже он так обыкновенно. Я бы купила себе, вот если бы как на бумажке, я бы купила. Но я же не буду, этот, набрызгала на бумажку и пошла такая, знаете, шлейф. Ну, в общем, как-то так вот. Как-то так. Следующий аромат, это Ричард Дирти Манго называется. Этот аромат я безумно хотела, просто безумно хотела. Сейчас покажу еще раз вам коробочку. Потому что о нем было столько разговоров, что это там манго вкуснейший, классный. А я манго вообще обожаю, вот эти вот сладкие фрукты, все вот реально очень обожаю в парфюмерии. Но единственное, я хочу сказать, что далеко не всем удаются натуралистичные фрукты, особенно манго, какие-то персики. Очень часто это слышится химозненько. Вот, поэтому у меня большие надежды на манго от Ричард. Так, куда мы его нанесем? Ой, слушайте. Вот сюда же я мансеру, жардин, эксклюзив наносила. Он начинает раскрываться. И начали вылазить персиковые нотки, такие сладенькие. Тонкость, свежесть куда-то исчезла. И он действительно похож стал на Эрба Пюра. Ну, на кирке тут, знаете, почему я не могу сравнить? Кирки слишком громкие, а здесь приглушенный аромат. Кому очень хочется носить Эрба Пюра и кирки, но для вас это слишком громко, навязчиво, удушающе и странно, мне кажется, можно обратить внимание на Жардин эксклюзив. Это вот взяли кирки, приглушили в несколько десятков раз и оставили вот намек на такую вот фруктовую сладость, намек на мускус, вот очень, очень нежно, очень нежно. Так, ладно, мы с вами про манго. Про манго, про хит, так сказать, продаж, про вкусный аромат. Так, нанесу на бумажку и куда? Давайте на мизинец, что ли, да? Смыть сюда вот его. Да ладно. Да ладно. Серьезно, что ли? Это что это за персиковый шампунь? Да что это за каракря такое? Это просто запах персикового мангового шампуня. Я недавно в пустых банках показывала гель для душа с персиком с манго. И у меня такое ощущение, что с этим дирти манго. Короче, это, варили гель для душа, и там от душки осталось, и решили вот создать манго, Ричард Манго. Ну, это реально, вот, короче, смотрите, я с закрытыми глазами, кто-то под нос, мне вот так вот сует бумажку, не дотрагиваясь, правда, до носа, чтобы я не понимала, что это бумажка. И я бы сказала, ой, какой вкусненький мангово-персиковый шампунчик, гель для душа даже больше. Гель для душа. И все. И все. Это странно. У меня так от кожи пахнет, когда я покупаю манговые вот эти гели для душа, потом смываю, если от душки очень интенсивные, и они долго остаются на коже, у меня от кожи пахнет. Вот так. Но что-то мне хотелось чего-то посложнее от Миши и парфюмерии. Это даже, знаете, вот как-то, это даже вкусненьким не назвать. Ну, можно, конечно, назвать вкусненько, но насколько может быть вкусненьким гель для душа, при том, что он пахнет не свежим, там, манго-персиками, фруктовыми какими-то нотами, а что он пахнет шампунем. Он пахнет шампунем с отдушкой. Можно его назвать вкусненьким? Ну, так вот, с натяжечкой. И тут такая же... Ну, это химозненько. Если честно, это химозненько. Химозненько по отдушечему. По отдушечему. Хорошее слово. Я даже не знаю, что сказать. Я в небольшом замешательстве, потому что я думала, что это что-то более сложное, типа как манго у Миколев. Там тоже вот эта вот фруктовенькость, смешанная с пачули, которая придаёт некой землистости, вот такого нишевого, необычного звучания, что-то интересного такого. Вот манго там какое-то вот понатуралистичнее, побогаче. А тут просто всё. Вот сколько я сижу с вами 5 минут, рассуждаю об одном и том же. Никак не меняется. Я намылась гелем для душа, с ароматом манго. От меня пахнет гелем для душа с отдушкой манго. Ну, что там у нас в нотах ещё? Иланг-иланг, тубероза, мандарин, кокосовое молоко, миндальное молочко. Я вообще ничего этого не чувствую. Вообще ничего не чувствую. Просто плоская, сладкая, фруктовая нота, размешанная в гель для душа. Если честно, я очень хотела этот аромат купить вслепую. И если бы не вот этот набор, я бы его в течение какого-то времени вслепуюся и купила, потому что потестить негде. А интересно было безумно, учитывая моя любовь к манго, я бы не то что разочаровалась купить полный флакон, я бы обалдела просто. Я бы просто обалдела. Потому что флакон стоит ну не тысячу рублей. Это знаете, очень прикольный аромат для какого-нибудь браккар там до тысячи рублей. Я бы сказала, ой, как здорово они, вот манговый гельчик для душа. Ой как, ну не за эту цену. Это простовато. Ладно. Я, конечно, буду разнашивать, может быть, что-то еще там произойдет, но пока так. Тициана Теренсия Мираж называется следующий аромат. Давайте нанесу тоже на бумажку и куда-нибудь на руку. На руке, кстати, то же самое. Гель для душа. Господи, что же это такое-то? Так, ладно, следующий. Тициана Теренсия люблю. Некоторые ароматы у меня есть. Они меня не пугают своей насыщенности, а порой даже чуть химозятнической ноткой такой. Мне нравится. Вот этот аромат мне нравится. Я пока не смотрю в ноты. Я вам скажу, что я чувствую. С бумажки я чувствую здесь хорошенький, такой красивенький ут. И, знаете как, ут с розой, но вот ут с розой очень частое сочетание в нишу и парфюмерии, но обычно это звучит остро, насыщенно, вот прям взбивающее с ног. А тут так вот, как будто еще, знаете, какая-то кожа нежная. Да, что-то такое вот мягкое. Кожа, но удово розная. Я просто скажу, что я такие ароматы люблю. Что это вот такое, знаете, мое направление. Сейчас я посмотрю, что там за нота, буквально 3 секунды и вернусь к вам. В общем, смотрите, я тут открыла ноты. Роза действительно есть. Роза, дамасская роза. Ут есть и в средних, и в базе. Он здесь чувствуется. И вот здесь. Вот на руке как-то более кожанно. На бумажке какая-то как будто бы вот животинка присутствует, что-то какие-то животные нотки. Кожи в нотах нету, но есть мускатный орех. И я уже неоднократно вам в видео говорила, что иногда мускатный орех в моей голове путается с кожей. Так вот, действительно, кожи нет, а мускатный орех есть. И, видимо, это мой мозг ассоциирует вот с какой-то кожаной мягкостью. Звучание нишевое понравится не всем, особенно, если любите такие сладенькие компотные люксы, что-то такое более нейтральное, приятное для окружающих. Для тех, кто знаком с нишевой парфюмерией с удовыми ароматами, с удоворозными ароматами, это уд-роза. Для меня это еще кожа мягкая, очень носибельная, приятная. В зависимости от того, как на мужчине раскроется, вот я его ощущаю как, наверное, больше женский, но мне кажется, что на мужской коже это будет попрохладнее и помужественнее. Вот для меня такие ароматы это вот, наверное, такой мисекс. На коже у меня прям нежничок такой, прям кожаный нежничочек такой, приятный, сел, как вылитой, как тут и было. На бумажке поострее. Так, и последний аромат в моей сегодняшней подборке это зарко парфюма, аромат называется Эль. От этого бренда у меня в коллекции полноразверная версия розовая молекула 0.90, больше, в принципе, ну, я так, знаете, мельком в магазине ходила, что-то там принюхивала, что называется. Вот. Но в целом с брендом я не очень знакома, так, чтобы прям сказать, мне нравится аромат этого дома или не нравится. И, что хочется сказать сразу, слушайте, сегодня реально очень странный день, очень странный день. Я на пальце этот аромат ощущаю как больше белоцветочный. Нежный, женственный, белоцветочный такой, с какими-то свежими такими нотками. Очень, очень нежный. То есть, вот знаете, прям девочка в белом платьице, вот прям несущаяся навстречу отпуску или вот у нее выходной, она идет там легкой походкой со своим любимым мужчиной по улицам, кругом, вот все прекрасно, птички поют, цветы зацвели, все великолепно, отличное настроение в жизни, все хорошо, хорошо и позитивненько. А вот с бумажки я еще ощущаю какие-то зеленые ноты. Вот эти белые цветы в аромате, знаете, с чем ассоциируются? Вот просто чисто визуально и по форме, с калами. Вот прям форма такая, а там внутри может быть даже какие-то капельки росы, вот внутри этого цветочка такого красиво белозавернутого. Прям вот представьте себе калы и вот внутри вот эти вот капельки. Он не весь прям в воде, вот не только что дождь прошел, а вот кое-где, может какие-то вот росинки, остатки. Солнце только вышло и эти росинки еще не совсем подсохли, и он такой чуть-чуть влажноватый и чуть пахнет этим стебельком от этой калы. Вот с бумажки очень чувствуются какие-то зеленые зеленые ноты, а с пальца у меня с белоцветочностью очень чувствуются какие-то минеральные ноты, что-то вот чуть солоновато морское такое. И опять-таки мне с бумажки нравится намного больше такое, потому что я терпеть не могу морские ноты, минеральность, вот эту вот солоноватость не люблю. Вот с бумажки я этого не чувствую. Здесь я чувствую зелень, белоцветочность и зелень. На самом деле аромат довольно простой. Простой, незатейливый, весенний. Он у меня ассоциируется с весной. Как ранний, так уже и более теплый. Но сейчас он очень простой. Он прям очень простой, незатейливый. Он звучит приятно женственно, но звучит недорого. Как-то вот, знаете, даже вот с чем сравнить. В 90-х годах были такие ароматы, я сейчас даже названия не скажу, потому что направление не мое и никогда оно мной любимо не было. Поэтому я все время так, знаете, как-то, ну вот, аромат, ну вот, какого-то прям характера в нем нет. Для повседневного ношения, для любителей нейтральных, каких-то белоцветочных, я не знаю, что сказать. Он очень прост. Ну, то есть, вот прям прост до банальности. Если бы я вот не знала, что это Zarko Parfum, я бы подумала, что это ценовая категория, что-нибудь, знаете, Сальвадор Дали, вот что-нибудь ценовой категории Элизабет Арден, вот что-то такое, вот, две, две с половиной тысячи рублей, вот, тонна это звучит, вот, плюс-минус, такой. Все, ничего больше не скажу, никак больше пока не раскрывается. В общем, на моей руке больше морских нот, больше вот такого вот морского свежака, наряду с белыми цветами, а на бумажке более белоцветочной, более зеленой, вот, как бы все, и очень просто, очень просто, прям вот, максимально простой аромат. На этом, пожалуй, все, это все, о чем я хотела сегодня с вами поговорить, все, чем я хотела сегодня с вами поделиться, если какие-то ароматы из этой подборки вы знаете, может быть, некоторые для вас являются самыми-самыми любимыми, пишите, как вы вообще, в принципе, относитесь к тестированию, по пробникам, часто ли вы покупаете ароматы без тестирования, слипую, как и я, например, или все-таки предпочитаете где-нибудь раздобыть пробнички, какие-то вот такие вот наборы, для того, чтобы хорошенечко разносить, понять, надо, не надо, и потом уже покупаете полноценный флакон. И еще раз повторюсь, что промокод на скидку будет ждать вас в инфобоксе под этим видео, также я постараюсь прикрепить в комментариях, чтобы вы не слишком утруждались искать в прикрепленных файлах, потому что до сих пор некоторые не знают, как развернуть этот инфобокс. На мой взгляд, подборки, посвященные знаком зодиака, это очень интересно, по крайней мере, классно выбрать свой знак зодиака и сравнить впечатления, кто-то же их собирал, возможно, их собирал водолей. Насчет набора, насколько он был для меня удачен или нет, как минимум, я эти ароматы действительно очень хотела протестировать. И как максимум я уберегла себя от покупки Дирти Манго от Ричард, потому что мне кажется, я не готова платить такую сумму за фруктовый манговый гель для душа. Еще раз поняла, что мне все-таки нужен Байреда Бланш, что-то в нем меня цепляет, а остальные ароматы я буду разнашивать, очень присмотрюсь к Мираж Тициана Теренци, остальные буду разнашивать, потому что, как говорится, первое впечатление есть первое впечатление, ну а благодаря тому, что здесь в каждом пробнике полтора миллилитра, этого вполне достаточно для того, чтобы аромат разносить и понять, нужен ли он в принципе или можно обойтись без дорогостоящей покупки. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным, я надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео на сегодня. Все, пока!